ни хау мои дорогие друзья сегодня хочу показать вам бой на 110 китайца тяжи 8 уровня карта у нас аэродром как видите и немножечко сразу хочу рассказать об этом танке и большая историческая справка 110 проект это работа над ошибками которую должны были сделать при модернизации со второго из 3 оказался очень ненадежным танком мирное время настолько что его производство свернули а нормального тяжелого танка на вооружении не оказалось поэтому этот проект глубокая модернизация а которую потом отдали китайцы то есть по сути все узлы и агрегаты которые должны были быть быть здесь от и со второго на вид на самом деле мы имеем некий аналог и со 3 который на мой взгляд даже немножечко превосходит оригинал что особенного здесь форма бронирования больше схожа с и сом седьмым чем и сом 3 а это значит что на на восьмом уровне мы очень хорошо умеем танковать да у нас нлд слабая как у са седьмого но об этом во первых знают не все танк не такой частый гость в рандоме во вторых туда еще надо попасть орудия орудия у нас с альфой меньше чем у са 3 но она гораздо точнее быстрее сводится и чаще стреляет следовательно дпм у нас выше это опять многие не знают думаю что темп стрельбы примерно как высота 3 выезжает на нас и получают плюшку вот тут мы видим гражданская команда блистает своим скиллом на дальние дистанции китаец отлично себя чувствует вкупе с очень прочной башни как у иса 3 башню 110 можно пробить только мега голдовым пробитием либо выцеливая выцеливая лючки но это характерно для всех танков недостаток можно отнести что в отличие от са 3 здесь нет чита бортов здесь нет экранов хитрых поэтому танковать на этом танке ромбов надо быть очень очень аккуратно против скиллованного игрока не получится и вовсе пробитие пушки также хватает она по моему даже выше чем высота 3 голду использую очень редко только если кого-то встречу непробиваемого типа т-95 или е3 это там он а в д они пробивают все равно нужно только попасть как итог так очень подвижен танк хорошо бронирован хорошее орудие идеальное сочетание а случай с его редкостью многие даже не знают что с ним делать результате танк отлично играет если на нем не роковать как вот я сейчас мог совершенно спокойно два шота сделать в са но просто за фейли в оба раза как и все другие танки страдают от арты возить на нем что-то кроме огнетушителя я не советую двигатель хорошо горит несмотря на то что так дизель поэтому ну его нафиг вот тут у нас активный такой бой происходит бой еще в топе что очень хорошо это что за девятка и десятки он не может может но с восьмерки молодежь и так будет здорово в этом бою и забегая вперед скажем получим мастера поэтому надо надо решать да сразу скажу за созводе мой друг бомжик он же самогон на индюшке он там что-то делать на другом фланге ему там интереснее вот я сейчас сильно затуплю с к в четвертом на самом деле мне бы лучше на гуслю поставить или попробовать выцелить башенку верхнюю я бы ее пробил скорее всего а я тут но есть фигни которую выманил под наших союзников команда попалась не очень скиллованная арта что очень странно в этот бой меня практически не замечала и не стреляла это не характерно для меня вражески лёва там как-то умудрился застрять при спуске с горы в итоге веселый ничем не обязывающий нагибчик но есть повод рассказать о таком замечательном парке как я уже говорил раньше китайские тяжи мне очень хорошо зашли мне нравится они редки в рандоме многие не знают что с ними делать средние игроки пробивают задницу понятно большую часть даман которые мне занесли набили задницу любой тяж пробивается тут он еще чё-то и не мог меня выцелить в общем так четыре фражека есть еще нужно два где-то подкрабить тридцать четверка у них укрытие на базе и сто пятидесятый который меня бежал в корму надо бичику вернуть если говорить о точных цифрах то альфа 110 320 такая же как у лёвы калибр пушки у него 100 миллиметров так же как у советских топовых тэшек темп стрельбы позволяет на равных снимал я от него получил и раз уж я от него получил думаю надо выезжать дать конечно не так сильно как он мне у 3 4 390 альфа я боком выезжал ну и вот тут надо надо аккуратно играть он ждет меня его уже обходят союзники я это вижу что хочет только меня поэтому просто жду удобного момента сейчас вы увидите как можно здесь все-таки вытанковать бортом несмотря на отсутствие бортов чита борта все-таки тащит особенно с такими пушками как и три четверка которых огромная раза разброс можно и нужно так играть целевыми галочку танковый и 6 фражек воин мастер все отлично совпало и так итог 110 отличный тяж восьмого уровня его многие берут с командные бои причем туда ставят старый d25t на галде там я не пробовал говорят там стрельбы еще выше не знаю хотите попробуйте рекомендую а 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 Продолжение следует...